Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Столько и будет. Я эту форму одел сегодня скорее для себя, нежели для вас. Это как бы не театрачено. Именно в этой форме 25 лет назад я выходил из Афганистана. И был тогда лучше, чище. И песни, которые сегодня в большинстве своем прозвучат, это те песни, которые я написал именно 27-летним молодым человеком. Дело в том, что сейчас мне уже 54-й год. И я не думаю, что... Концерт сложный для меня. Сложный. Потому что я буду петь песни, которые в большинстве своем, которые я не пел больше 20 лет. Я освобождался от Афгана, когда писал эти песни. И долго думал, почему я их не пел. Хотя записывал кое-что на диске. И недавно только пришел кого-то с этими песнями. Легче умирать. Очень трудно жить. Трудно, правда. Знаете, когда я вернулся из Афганистана, это было 2 года и 6 дней я прослужил. Я помню... Вы, наверное, сейчас не поверите. Я подхватила в Оське в Краснодаре какой-то женщине, помогал. И она мне в спину говорит. Афганец, наверное. Я в гражданки шел. Совершенно никаких признаков, кроме прически, может быть. Вот. Я был еще... Кстати, и прическа тоже была там такая старлейская. Вся из себя. Через 2 года... Да, я считаю вывод. Еще один такой момент. Я считаю вывод большим, огромным предательством. Вот. Предательством... Знаете, вот... У меня до сих пор перед глазами те собаки, которые нас выручали от змей, которые предупреждали нас об опасности. Их бросили, потому что они не подходили под какие-то сан эпидемии, там вот эти вот нормы, чтобы можно было их забрать с собой. Можете представить, что с ними стало? Ну, тут же. Вот. Так точно, как с теми афганцами, которые нам поверили. Десятки тысяч. В короткое время были истреблены. Тысячами они лежат сейчас в этих могилах. Вот. И я уходил, когда из Афгана, у меня не было ощущения праздника. Не было. Было ощущение надвигающейся большой беды. Потому что предательство, оно не только внутри. Оно разливалось вот по всему. В воздухе, в атмосфере. И через два года, ровно через два года, не стало Советского Союза, который так же легко предали. В 93-м. Знаете, в 93-м я учился в Академии, и мне так посчастливилось там. Она недалеко находилась. Мне предложили, я согласился. Был в Белом доме внутри, с автоматом. И спас меня только... Спасло индивидуальное собеседование по политологии, на котором я просто заснул, разговаривая друг с другом. С преподавательницей. Вот. И это спасло, потому что туда уже обратно вернуться было нельзя. Это был последний бой. Советский Союз был проигран. Он уже тогда невозможно было его выиграть. И, собственно, лично по отношению ко мне было несправедливо, по отношению к армии абсолютно правильно. Вот за четыре года, что произошло со всеми нами. Я шел мимо, тоже недалеко, там Союз писателей, на Герцена бывшей. Сейчас поварская, по-моему, да. И женщина харкнула мне вслед, как военным, которые стрелили по Белому дому. Все перевернулось. Вот это ощущение было как раз то, когда я выходил и я чувствовал. Я не пошел на вот это все лицемерное празднество, когда встречали эти колонны. И редактор мой, нашей газеты, он говорил, ну что ж ты журналист, ты можешь вот не пойти. Я говорю, не то. Вот, написал песню тогда, две среды. Дело в том, что в среду закончилась Великой Отечественной войны. В среду. В среду было 15 февраля 89-го года. А можно было три среды написать, потому что в среду предали Христа. Как предали поколение фронтовиков Великой Отечественной войны. Потому что они выходили, они думали, что жизнь будет другая совсем. Как потом оплевали афганцев. Они не виноваты, конечно, в том, что вот случилось. Но. Вот. Вот с таким настроением примерно. Но сегодня мы вспоминаем вот этот последний поход Великой Страны. И еще, то, что я думаю, это может... Здесь много афганцев расходиться с мнением. И расходится наверняка. Многих. Но. 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 Я надеюсь, что все-таки вот мое творчество, оно так, даже в то время, было уже каким-то художественным проникновением, хоть и в документальную действительность. Вот. Поэтому оно должно... Тут нету какой-то протеста, протестных песен. Вот. Это просто погружение в тот быт, в те детали, которые окружали меня тогда. Вот. И возвращаться к этому... Я освобождался от этого как от болезней. В этих песнях нет придуманных героев... Сейчас заканчиваю. Придуманных географических ситуаций... Географических мест, придуманных ситуаций. Все буквально списано. Потому что действительность была ярче любого вымысла. Вот. И заставили меня к этому циклу обратиться, собственно говоря, люди, мнением которых я очень дорожу. Вот, например, Игорь Морозов. Вот, близкий друг. Вот он живет. Вот написал самую известную песню «Алганское батальонное разведение». Написал множество других песен, которые ценю больше батальонной разведки. «Этот мир без тебя», «Дождь идет в горах Афгана», «Мы уходим». Вот, вот, однажды, года полтора назад, он сидел у меня на кухне, мы втроем остались, и пел Миша Леонтьеву вот эти самые песни, которые я забыл и не возвращался. И Леонтьев в полчетвертого утра, он сидел их и слушал. Он выпускает один журнал «Однако» в неделю, пять аналитических статей. И он сидел там, стояла машина и ждал, и он сидел и слушал, и никуда не торопился. Это было для меня откровение. Мороз играл их в течение минут сорока, поглядывая на меня так и как бы с укором, почему вот я их не пою. Вот, потом Виктор Верстаков, он цитировал, кстати, на этой сцене тоже цитировал, у него был концерт не так давно. Вот, он увидел меня и стал рассказывать там про комендатуру, такая еще там песня одна была. Просто рассказывал. И два человека, которые являются, собственно, проводителем альбома, который вышел в антологии афганской песни в последнем втором выпуске. Это вот перед вами Геннадий Ларионов. Можете представить, он приехал из Читы на концерт. Давайте ему поаплодировать. Об антологии мы поговорим потом. Он привез даже четыре из этих сборника, десять альбомов нового второго выпуска. Вот они здесь. Он провел целое изыскание по архивам СНГ, по пространству Советского Союза, и нашел на целый диск тех песен, которые я не пою, и я потом их впивался целые полгода. И в конце концов появился этот новый диск во второй антологии. И вот стоит, а может сидит, сидит, сейчас вот и не видно. Вот Юра Трифоненков. Он услышал в исполнении Мороза на концерте песни и сказал, Миша, лучше. Я не слышал, в общем, все твои известные песни, которые стали известны благодаря фирме Мелодия. Они ничто по сравнению с тем, что, значит, вот исполнял тогда Мороз под треснутую гитару и хриплым голосом. Вот это, собственно, два прародителя этого альбома и того, что сегодня такой вот концерт состоялся. Мне нужна будет ваша поддержка, может быть, иногда вам будет тяжело хлопать. Вот на этом я заканчиваю, я смотрю на часы. Хорошо, шесть минут. Некоторые песни, у меня почти все стихи, это песни. Вот, на некоторые песни я рассказывать начал как стихи, чтобы заострить внимание на смысле стихов, чтобы музыка не отвлекала. И так получилось, что я размышлял мучительно, как это вот все. Я начну вообще с самого последнего, крайнего стихотворения, которое посвятил ребятам и выводу. Третий тост, опрокинув шестою, мы с тобою привычно молчим. Мы давно распростились с войною и давно по ночам не кричим. А душа не сумела вернуться, оставляя Афган за бортом. До сих пор наши песни поются, до сих пор нашей дружбой живем. Догоняют осколки и пули, до сих пор умираем от ран. Но не только беды зачерпнули, подарил нам друг друга Афган. Помнишь, как нам о доме мечталось. Нынче видел Афган я во сне. Видно, главное что-то осталось на чужой и далекой войне. Теперь два стихотворения, две песни. Одна из них легла сейчас на музыку. Но она и у меня была с музыкой, и в диске она с музыкой. Это было предощущение. Здесь вот сидит Саня Беликов. Он учился со мной вместе в нашем «Нажорфаке ЛВПУ». Вот как раз мы заканчивали, когда четвертый курс, появились эти два стихотворения. Это было как бы предощущение Афгану. На ветру не скажешь шепотом, На ветру понятен крик, Не ухмылкой радость хохотом, Боль рыданием напрямик, Полутоновые тонкости не ухватишь на лету. Здесь бы громкости да звонкости, Интонаций чистоту. Есть в покое скукин надолбы, Вязнет в них квартирный слог. Нам проветрить душу надо бы, Испытанием дорог. На земле из километренной Отыскать свои пути. Вдруг глаза девчонки ветрены, Навсегда себя найти. Нам бы рокота, не робота, Жизнь не пишет черновик, На ветру не слышно шепотом, На ветру понятен крик. И второе сразу. Логика раскручивалась туго, Жег вопрос, как только мог он сжечь. Почему не бережем друг друга, Там, где можно без труда беречь? Мимоходом в очереди стоя, Съежившись, ныряя в суету, Отнимаем у себя святое Право на людскую доброту. Честко и покоряясь жлобству, Обвиняя времени, каприз, Жизнь перечисляем на удобство, Совесть разменяв на компромисс. Рады поделиться, но последним. Заслонить собой в крутом бою, Отчего нужны несчастья и гребни, Чтоб без фальши песню петь свою. После Афгана прошло время, Не сразу, но прошло какое-то время, Когда я понял, что мы... Была телепередача, Вернее, была запись, Буквально несколько дней назад, И меня спросил корреспондент, А что вам запомнилось больше? Ну, дежурный вопрос всего в Афганистане, Два года войны, Чего там, как быстро так сориентируешься? И знаете, мне пришло, я вспомнил, Что мне очень обожгло. Я не хотел, чтобы мама знала, Что я служил в Афгане. Я был уже лейтенантом, Именно позвонил отцу в Краснодар, Из Ташкента, говорю, Папа, я еду в Афган, Говори, односложно, Мне нужно переслать кое-что, Значит, какие-то вещи. Трубку он повесил, Они с мамой, Как говорят, одна сатана. И в следующий раз, Через полтора часа, Я добрался до телефона обратно, Но я имею в виду, дозвонился, Все время была занята. И мама поднимает трубку, Говорит, сынок, Строй свою судьбу, Как ты считаешь нужным. На нас не смотри. Она понимала, что происходит. Они недавно вернулись с Ирана, Они прожили три года. Но она, вот за это мужество ее, Это было самое обжигающее меня. Когда от моего земляка, Который служил вместе со мной в Шинданде, Она узнала, Что, а так все говорили, Что все нормально, Я там целую систему такую придумал. Она узнала, что я хожу там на боевые действия, Она посидела полностью, Несколько месяцев. Но вот эти слова... Копает, 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 копает в дождь, Хочется, каждому хочется землю умыть, Выстрадать, 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 выстирать краски Березовых рощ, Душу по капле собравши, Душу напоять. Только вот рощи от слез этих самых черны, Сушит огонь мою душу, И боль не унять. Сколько уж дома, А мало афганские сны, А видит и в каждом от пуль закрывает Меня. Перед тем, как вот вывод, Сначала, вот за два года, да, я пришел, И вот пару сюжетов, Пару-тройку сюжетов, Как туда люди попадали. За два года. Воевали мы тогда С пьянством и шутин, Николай, чат-приятель, Честно заложил. Мол, начальник пин, А я человек идейный, И в Афган таких нельзя, Будут кудежи. Мол, начальник пин, А я человек идейный, И в Афган таких нельзя, Мол, будут кудежи. Мол, нарочно, Чтоб мои принципы упрятать, А в зарубежном далеке Шлют из Минска вон. Тот приятель загущал, Распаляясь слякою, По всему нему в Афган Было невезом. Тот приятель загущал, Распаляясь слякою, По всему нему в Афган Было невезом. Николаич потерял Должностную шапку, Бокс, и пусть уже не так, Сердце чистота. Пусть Чернобыль за спиной, Он собрал в Афганку, Вещи, и в Афганистан Рапорт на Катару. Пусть Чернобыль за спиной, Он собрал в Афганку, Вещи, и в Афганистан Рапорт на Катару. Через года полтора в Минске у вокзала Повстречались награждан, Смылся тот другой. Беркой при вокзальною Грудь его сверкала, Грудь же Николаевича красною звездой. Беркой при вокзальною Грудь его сверкала, Грудь же Николаевича красною звездой. Точно бёдрами почти скандально Гронами покачивали-вали Возле моря чёрного братуха На мази служба ежедуха Рядом с пляжем близ лазурной главы Нюхал воздух прапорщик Аркадий Но сказал он, как-то я же южный Друг погнал в Афагана, чем я хуже Лерки медкомиссии признали Что здоровье выдержит едва ли За готовность жутко лабидарна Парню выражали благодарность Всё ж надул их прапорщик Аркадий К медикам-спортсмена он наладил За пол-литра стал здоров и нужен Бабы прудною, а чем я хуже На заставе, как в аду заочином Глогут далеко и жарко очень Как в средневековье всё из галины Как в монастыре одни мужчины Говорить о долге неприлично Было там на юге загранично И когда Аркадий был контужен Просто прошепутало, чем я хуже Возле моря чёрного скандальна Кромными тогда качали пальмы Про себя Есть много причин, почему я попал в орган Одна из таких крутых и главных причин Как сам газетчик Но удивитесь, наверное Была заметка Сухая заметка в газете Даже не песня, а такой, как Кречитатив, наверное Рыдала, жгла Дралась, бродалась Врастала прочно В сердце нас совсем нет Не вошла Она в меня ворвалась Сухими строчками На третьей полосе В заменке строго Точно Протоколе Пытая страшно В дальнем кишлаке Душманы долго Убивали в школе Учительницу Но утром мою Детали раздирали Пока свою Беспомощность броням Одним ее Молчание Детом вдали В дувал Распекалась Ребятня Я жив вдали Не прятался За дали Бессилье Злит Но и углы Круглит На черных тропах Зачем Из пепелищ На помощь Звали Ее глаза Горящие Угли Они Дрались И Вламывались В совесть Для Сострадания Нет Границ И Вис И Из Заметки Вырастала Повесть Судьбы Моей В мою Простая Жизнь Я Офицер Газетчик И Сравнялась С Учительской Тарифная Цена На Черных Тропах Хоть Не Объявлялась Ни Снею Ни За мной Теперь Война Продались Строчки И Уже Казалось Что Руку Знак Знакомства Подаю А До нее Лишь Жизнь Прожить Осталось Так Как Она Отдала Жизнь Свою А Кто-то Попадал А кто-то Стремился Не попасть Ну вот Песенка Об этом Кстати говоря Вот С С Союзом писателей С Витей Верстаковым С ним Конкретно Вот Он эту Песню Не принял Просто Вот Зато Все Кто Вот Ребята Они Восприняли Ее Очень Очень Жарко Хотя Учебки Где По прочным Слухам По Ваган Готовили Соладат Под Оси Вспыхнула Желтуха И Переполнила Медбат Под Оси Вспыхнула Желтуха И Переполнила Медбат Больных В Союзе Оставляли Без Дорога Купил Маляр Чтоб Сослуживцы Не Узнали Стакан Мочи За Три Рубля Чтоб Сослуживцы Не Узнали Стакан Мочи За Три Рубля Стакан Коричневый Желтушный Он Обракинул За Углом От Брос Брезгливость Если Нужно Живым Вернуться В Очи Дом Отбрось Брезгливость Если Нужно Живым Вернуться В очи Дом А рядом За 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 Стеной Палат И В ней Рыдал Сержант Больной Ведь Без Него Идут Ребята Справляться С Общей Войной Ведь Без Него Идут Ребята Справляться С Общей Войной С Сержант И Тот Кто Был Здоров В Одном Едины Стали Дух И Ни Того И Ни Другого Войной Уже Не Попрекнут И Ни Другого Войной Уже Не Попрекнут Прочту Ну что братва Махнем На боевые В охотку Риск Жарища Нипочем Все Нипочем Когда Мы Молодые И Рядом Есть Надежное Плечо В Политотделе Нас Собралось Трое Нас Трое Обычный У двоих Ребят А мне Впервые И Если Не Героем То Славным Парнем Чувствовал Себя В дежурке Телефон Привычно Звонко Заголосил На весь Политотдел Случайный Разговор Порыв Мой Скомком Шайным Осколком В памяти Засел У Телефона Вишкин И По-свойски Вдруг Из Ташкента Кто-то Попросил Билет Пробитый Пурей Комсомольский Музей Нет-нет Боже Упаси И Пауза Да Нотки Деловые У Вишкина Звучат Хоть Не Люблю И Обещать Сейчас На боевые И Тьфу-тьфу Но Будет Что Пришлю Музейное Стекло Представил Зримо Некто Деловито Вздохнув Для вида Хоть подкожно Рад Рассматривает Пулею Пробитый Облитый Кровью Редкий Экспонат В глазах Почти Звучит Мотив Печали Почтительно Движения Тяжелые Едва И поймешь Что Смерти Этой Ждали Когда Еще Мальчишка Был Живым Эх Вишкин Мы С тобой Скоресили Потом Немало Огненных Дорог Под Кардагаром Вместе Грязь Весили Ведь Ты Мне Дорог И Не Так Уж Плох Тебе Бы Лег Жить В Иных Рассказах Где Свят Приказ И Тьма Смешных Проказ Где С Вечной Улыбкой Чумазой Салагу Выручал Меня Не раз Но Помня Случай Тут В себя Смотрю Когда Ж Твои Слова И Мне Упор Упорно В Сердце Черствов Я Горчу Один Обидом Давний Разговор Несколько Таких Зарисовочек Сюжетных Ночи Шачин Упаковывал Подарки Попадел Видать На совесть Вражий Ас Сделал Под Сковородку Скороварку Весь Опутанный Ловушками Фугас Сделал Под Сковородку Сковородку Скороварку Весь Опутанный Ловушками Фугас Обнаружив Утром Матскую Машину Под Дорожной Бетонной Плитой Приказал Сапер Укрыть Совсем Лощину За посуду Я ручаюсь Головой Приказал Сапер Укрыть Да Укрыть Совсем Лощину За посуду Я ручаюсь Головой Эх Рвануть Как инструкция Глаголит Да Не скоро Вновь Бетонку Заберешь Боже Долго Как заснул На минах Что ли Наконец Выходить Выходить Я дренал Боже Боже Лежно Его Его В тропе На Скороварке Костной Блина Мир Пролюбим За шпарчал Письмо Они записали По этим За спиной У него Еще горючка То значит Его называли Просто свечкой И все равно Эти водители Они ехали Они рвались В водере И давились Ну Такое Неправильным Губам Ну Пока Земля За рекой Горит Почта Поливая Мол Почта Та бетонка Храпает Но Бежит Что пишет Спотыкает Заду Вся Разбита Броней До нас Сохрани Отапоченный Ровной Но Шальной Только Вспомню Тебя И сонный Виль За окном Сразу Улыбается Водой Что вспоминать Так всегда Ты где-то Рядом Со мной А помнишь Как Бродили мы Ночной Полочкой Со звездною Обравой Здесь Еще Иной Звезд Открыты Много Через Рапорет На Перце Правой Об Обедон Обедон Рам Бает Но Бежит Что Ниша Спотыкается Вся Разбита Броней До нас Сохрани Отапоченный Ровной Но Шальной Но И ври ты сам, не рвись. Там и без меня справиться вполне, Да без бетонки мне не обойтись. Пусть бетонка бежит, 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 Никогда не кончается. Нас бетонка почти всегда хранит От балны неожиданно и взрывно. Только где-то в пути мелькнет порой Обелиск невысокий со звездой. Значит, встал здесь на лет, товарищ мой, Остальное за мной. Ей бетонка хромает, но бежит, Что не шанс потыкается. Вся разбита броней, да нас хранит От обученной рот, но жальной. Только вспомню тебя и звездный вид За окном сразу улыбай, За ладой, что вспоминать, От-то всегда ты где-то рядом со мной. Ты где-то рядом со мной. Аэропорт. Понятно, что там дороги, они нескончаемы. Жизнь дорог там 6 километров была в это время, Вообще всего. Но перед аэропортом поставили дорожный знак. Самодельный. Автомобилисты знают, что у дорожного знака Обязательно должны быть ограничители. Но там на кой, если понятно, Чтобы не разбивали взлетную полосу, Бронетехники. И этих знаков, понятно, никаких нет. Так получалось, что он вообще для всей земли стоит. Это дорожный знак. В Афгане много героистовали тангисты. Но, к сожалению, априори, в общем-то, В горной войне танковая техника, Она, ну, можно быть, где-то на заставах, Там, пушках. Вот, сторожевых. А так, в общем-то, они лежали грудой металлолома С оторванной башней, там, вот эти все. Не сильно она себя оправдала. И в городских, вот, во всяких этих боевых действиях. Вот. И появилась такая песенка Дорожный знак. Здесь дорожный знак не в законе, Есть один, и тот не в дугу. На рисовом, на белом фоне Танк нелепый в красном кругу. Дальше хочешь сядь за баранку? Нет колес, так грустно плечо. Но нельзя кататься на танках. Танкам здесь проезд запрещен. Танки те, что стали грабами, Стянуты с дороги на край. С нецелованными губами Отправлялись мальчики в рай. Сколько обелисков из башен По дорогам этой земли. Скольких, скольких мальчиков наших Под броней не уберегли. Сверху глянь, а можешь, с ознанки Все чисты, их дух освещен. Но нельзя кататься на танках. Танкам здесь проезд запрещен. Но нельзя кататься на танках. Танкам здесь проезд запрещен. Танки те, что видно Не по чьей там оплошке Нет границ узнанка навек. Не для этой только дорожки Для дорог стоит он для всех. Мир до боли мил, с позаранку Помолился, был бы крещен. В нем нельзя кататься на танках. Танкам в нем проезд запрещен. В нем нельзя кататься на танках. Танкам в нем проезд запрещен. А вот про видео Прожога. Еще такая фамилия Прожога. Это такое. Он не курил, не лихачил По части спиртного. Хоть медработник, А значит имелся и спирт. И я не слыхал от него Даже злого блатного. Был он женатым И не поддавался на флирт. Правда, за речку не рвался Папа по приказу. Цели благие Не верил, не верил в почет. Правда, узнав, что, почем, Сделал выводы сразу. Что ж, но не только же Это берите в расчет. Месяца два Оставалось до дома Не более. Раненый крикнул радист И осел, как мешок. Доктор, да мне Обозначено минное поле. Сплюнул наш доктор И к минному полю Пошел. Песенка о комендатуре. Была напрочь забыта, Но именно она Сдружила меня С комендачом Уже здесь, в Москве, И он много-много-много пользы Принес мне при переездах Перелетах, когда еще в Москве не жил Вот, и всей моей семье Хотя написана она была Со зла И злая такая была песня Но тем не менее И там тоже внутри Есть поразительная штука Которая случилась Со мной Когда Ну ладно Я уже говорил Жендант погода ясная Ласкает Сижу один На весь аэропорт Борта, как мухи В мусоре летают Но где же он Мой незаветный борт И кажется Вокрупа, но народа Пахнула милой стороной Опять Где дождь и снег Нелетная погода И кассы И билетов Не достать Большой поклон Спасибо вам, комендатура В который раз Иду по взлетке Я и снова не удел Кто может знать А вдруг в духе Забели за дуру Тот самолет В который я не сел Кто может знать А вдруг в духе Забели за дуру Тот самолет В который я не сел Был случай На ташкентской Пересылке Одна гражданка Очень нарвалась Убрали трап Она без трапа Было как Почти что в люк Закрыто забралась И вскоре Лайнер в небе Растворился А мы багаж Обратно вологли Тот самолет Потом не приземлился Вы в первый раз Мне жизнь тогда спасли Большой поклон Спасибо вам, комендатура Который раз Иду по взлетке Я и снова не удел Кто может знать А вдруг в духе Забели за дуру Тот самолет В который я не сел Кто может знать А вдруг в духе Забели за дуру Тот самолет В который я не сел Зверею я И становлюсь опасен Обрыгло Уговоривать себя Хоть в путь последний Полететь согласен Возьми не только Пусть по мне скорбят Я не один Теперь толпятся рядом Майор к виску Поднял свой пистолет В боеприпасы Я готов снарядом Ах, почта Запечатайте в конверт Большой поклон Спасибо вам, комендатура Который раз Иду по взлетке Я и снова не удел Кто может знать А вдруг в духе Забели за дуру Тот самолет В который я не сел Кто может знать А вдруг в духе Забели за дуру Тот самолет В который я не сел Оказывается, знаю Да, что в снаряды Вот хоть там 50 Вот самолетов Со снарядами И 148 с почтой Почему в почту Тоже не сажали Тебе нужно домой Тебе нужно Не знаю В Кабул Тебе нужно Все Хоть ты Но Знаете Был такой момент Когда вышли диски Когда пошли Первые фестивали Песня вышла из-под поля У меня В наше время Уже без парашютов Не сажали И вот А меня сажали Из комендатуры Приходил парень Помню В самолет А мне нужно было Домой Краснодар Вот И говорит Он пропел Несколько строк Из припела Про бета Ты знаешь Он говорит Знаю Надо посадить В кабину К нам Давай Вот Ну то есть Так Так А вот Еще один Документальный Буквай На случай Ух ты Время добежит Даже прямую речку Старался оставить Пашку сорвал С брони Фугасом Вжалом Мишка Мней Взрывной Волной В первый раз Очнулся парень Сразу В госпитале Только во второй Шевельнуть Руку И Ногой Бессилен Вместо Тела Огненная Зыбь А вокруг Одна Другой Красивей Бегают Хоть от лови В сыпь Только где уж Даже речь овечья И не смог он Блия Возразить Той Девчонке Севшей На предплечке Эх Девичья Медсестричья Прыть А она Повадилась И Мила На ладони Гнездилась Как на стул В десять дней Собрался Пашка Силы Бальцем Под курносой Шевельнул Вмиг Взлетело Несколько Пощечек Хлестких Хоть и Маленькой Руку Залепила Только Между прочим Пашка Был Развязки Рад Такой Ведь потом Всего Исцеловала Схлепывая Господи Ожи Улыбнулась Как ребенок Малый Здорово Придумала Скажи Редактор субтитров vonшим Чтобы Сйтолько Сам Всего ДО Исцеловал уется У каждого афганца, Бабы, есть свой третий тост, я думаю. Может быть, где-то в союзе увидимся мы, Коль не представится случай нам убыть в загробной, Может быть, увидимся в самом разгаре зимы, Там и зима нас согреет утробы с угробной, Но если будем мы жить даже тысячу лет, В нас не сотрется, вернется в бессоннице тихой После закатной порой этот афганский апрельский крабовый рассвет. Пить не умею, но третий я выпью с тобой, Вспомню, как видел в Афгане березовый ствол, Что без корней затесался меж чурками в кузах, Чтобы сгореть из-за гречей, да кровчей, да стул. Вспомню, ребят, не увидишь которых в союзе, Но если будем мы жить даже тысячу лет, В нас не сотрется, вернется в бессоннице тихой После закатной порой этот апрельский афганский крабовый рассвет. И третий я выпью с тобой, Мамкин ты сын, что ж ты лыбишься так обормотом? Вадька, а помнишь ты первый наш год офицерский? Он не ответит, в тот год прикрыт, а я отход. Вадька погиб и изрублен душманами зверски. Но если буду я жить даже тысячу лет, Нет, не сотрется, вернется в бессоннице тихой После закатной порой этот апрельский афганский крабовый рассвет. Вспомню я Вадьку и третий я выпью с тобой. От Даракуди и до Кандагара, Где раньше лишь камни солнца до снег, Были привычными стали звуки гитары, И песни парней, которые тут врылись, Их высадили однажды. Огрюма встречала скала, Сказали, ныне в ответе из вас каждый, И за то, что внизу дорога жила, И не гнется, стоит алый флаг. На господствующей высоте в полный рост, Пусть трепещет, пусть прячется врат, На земле, где советский наш пост. Вгрызались ламами в скальное темя, Отплювались ложбины свинцовом спины, И для этих ребят оклянулось время. Им надо свои перекопы, братья Берлины, На этих лод нескольких метрах, Плендажных траншейных грудых, Два года на дьявольском петле и ветрах, И крепость, и дом, и отчизна для них, И не гнется, стоит алый флаг. На господствующей высоте в полный рост, Пусть трепещет, пусть прячется врат, На земле, где советский наш пост. Пусть трепещет, пусть прячется врат, На земле, где советский наш пост. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, вот стоит за камерой, Такая очаровательная девушка. Зовут ее Снежана. Совсем недавно она помолвилась с Алексеем, Парнем из Каскад, она десантница. И она просила, чтобы я спел одну песню свою новую. Родинка она называется. И наконец-то я написал песню про десант, Хотя сам служил в пехоте. Но эта песня была такой сколок с книги моего друга, Толстая, сейчас ее будут экранизировать НТВ. Легенды о крепости Бадабири. Они вместе с Константином написали. Ну, такая зарисовочка. Игорь Нечко, я тебя поздравляю. Давайте похлопаем. АПЛОДИСМЕНТЫ А я постараюсь не ошибиться. Мы за говнями залегли и ждем работы, Но к карабану нет нужды идти быстрее. И каждый думает чего-то, А мне до удури охота Губами прикоснуться к родинке твоим. Мы сразу с Родинкой друг другу приглянулись, От темной звездочки легко зума сойдет. А ты тогда лишь усмехнулась И почему-то отвернулась. Но понял я, что нам надолго побудем. Она сияет, будь ты хоть темнее тучи, И подмигнет мне, если ты грустишь порой. Нет ничего на свете лучше, И я считал себя везучим. Одна проблема, как поладить нам с тобою. И я придумал и податься в десантуру, Чтоб изменили отношение ко мне. Решим мазки, мускулатура, Погон и статная фигура. И вот теперь жду карабан среди камней, А ты меня теперь, конечно, ожидаешь. Мечтаешь в письмах, чтоб вернулся поскорее. Ты от любви в мечтах летаешь, Как шоколад на солнце таешь, А я с ума схожу от родинки твоей. Родненькая, 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 Родинка твоя, Точка слева на щеке, От губ твоих невдалеке, Родненькая. Та-та-па-па, с точкой на щеке, От губ невдалеке, Родненькая. Беттер. Ну, мы подходим к концу. Остаётся четыре минуты на две песни. Я сократил текст. Карбюратору, как и лёгким, Не хватает кислорода, Нет ни моих, ни лошадиных сил. Руль, обмотанный бинтами, Рвёт ладони и взял животу. Ну, чтоб взбесился, я же тебя просил. С пылью под солба сбал царь, И в глаза их разъедает камни, Шины разгрызают крыск. Дошна не станет так тонко, Ты же, Беттер, не девчонка. Так держись нельзя нам нынче вниз. Отойдём от пыли всю седую, Я тебя, мрати, моя броня, Требко обниму и расцелую, Точно морду мокрую гоня. Может, за этим вот поворотом кратко Кашлялась пулемётом, Это вот молчальневая гора. Бронежилета чуть не хватило Прямо под горло пуля брошила Гольку брошил с нашего двора. Как он резково прыгал на мотах, Джицах на танцы, что не суббота, Славом Беттер тебе беззабот знаком. Жили вы сколько ближе, чем братья, И умирал в твоих объятьях. Воды ты носишь над смотровым стеклом. Когда идём от пыли всю седую, Я тебя, мрати, моя броня, Крепко обниму и расцелую, Точно морду мокрую гоня. Впереди задохнувший заглохла, Чья-то броня и теперь там плохо, Но молочага носом её попёр. Только держаться надо держаться, На перепале там отдышаться, Ты ведь всё можешь, Живоб, а не транспортер. Наверх отурьем в тысячи метров Всё забуду про солнце и ветра, И воду, как в матери, Возле твоих яран. К чёрту звук пои воду и реку, Ты не машина, как человек, Ты будешь жреть последний на чак-чарам. Коль дойдём от пыли всю седую, Я тебя, родимая броня, Крепко обниму и расцелую, Точно морду мокрую гоня. Крепко обниму и расцелую, Точно морду мокрую гоня. И последняя есть ещё немножко. Эта песня из последних написана. И тоже вот про эту книжку. Когда я прочитал её, Новый год для меня не был Новым годом вообще. Я даже не услышал, Когда там что стреляло. В горах у мамы. Мы читали эту книгу. Такая здоровая, толстая, Она прямо как о нашем поколении написана. И как-то она сама родилась. Не песня, а книга о поколении. Свет вечерний и радость негромкая Проливаются в душу мою. А вблизи колоколинка звонкая, А вдали пароходы поют. Уважаю плывущего беренга По нездешним морям и мечтам. Я и сам отрывался от берега, Чтоб вернуться к родным берегам. Я и сам отрывался от берега, Чтоб вернуться к родным берегам. По утрам с пиалерскою зорькою Наш призыв поднимался и креп. Жизнь казалась несыплема стойкою, Как шестнадцать копеечек хлеб. И тянула нам ручки грядущие, Но обнявши детей и жену, За кордон в гарнизоны поющие Улетали в чужую страну. За кордон в гарнизоны поющие Улетали в чужую страну. Здесь и почта, и свет с перебоями, И девчонок большой дефицит Пол Афгана ходила в героями, Не увели бы на героев лимит. Не скупилась на красные звезды нам, На посмертные звезды страна, Вместо нас по домам нашим розданы Красно-звездные дефицит Красно-звездные дефицит Улетали в чужую страну. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но мы занимаемся вопросами. Я обещал всем, кто купит билет, Кто будет возместить, Возместить частично. Подпишу диски все после того, Как после вечера, Но сейчас просто объясняю и рассказываю. Значит вот есть два диска. Первый из одной антологии. Это диск, который переиздавался пять раз. Под Кандагаром дело было, Обложка пусть вас не обманут. Если у кого есть, он может взять. Это новый диск, который из второй антологии. Это как раз вот эти вот новые диски. Хотя и здесь есть то, что я сегодня и делаю. Значит, я подхожу к столам с этой сумкой, А валюте мне сразу один или два. И я тут же вытаскиваю и начинаю раздать. Мы сейчас это сделаем и вы отдохнете.